Новый учебный год в школах уже начался. Однако в этот раз учащимся и педагогам нужно будет не только адаптироваться к новой системе оценивания и расписанию уроков, но еще и вспомнить правила соблюдения противоэпидемических мер. Масочный режим, социальная дистанция в полтора метра и дезинфекция рук. В прошлом году эти правила были на слуху у каждого, даже самого маленького гродница. Однако с началом летних каникул и эти, казалось бы, обязательные противоэпидемические меры забылись. Школьникам, как и педагогам, нужно будет вновь привыкнуть к обязательному пандемийному режиму. С прошлого года, говорят специалисты санитарно-эпидемиологической службы, ничего кардинально не изменилось. По-прежнему на входе в школу у работников учреждения образования будут измерять температуру. О состоянии здоровья самих учащихся ежедневно будет узнавать классный руководитель. Гораздо сложнее дела обстоят в социальной дистанции. Далеко не во всех учебных заведениях есть возможность рассадить по одному ребенку за парту. Все дело в ограниченном количестве классов и рабочих мест. Эпидемиологи предлагают закрепить за каждым учебным классом определенный кабинет, чтобы максимально разграничить потоки учащихся на переменах. Это поможет еще и регулировать наплывы школьников в столовую. За каждым классом должны быть закреплены отдельные столы. Расстояние между столами порядка требуется метр пятьдесят до двух метров, чтобы было. И при раздаче пищи обязательно соблюдение правил личной гигиены работниками объекта питания. То есть при раздаче пищи должны использовать средства индивидуальной защиты. Это маски, это перчатки обязательно работать. Соблюдение масочного режима, к слову, является обязательным для педагогов, тогда как для детей старше 14 лет использование этого средства индивидуальной защиты лишь рекомендовано. Напомним, что работники учреждений образования стали одной из приоритетных групп населения, которые в первую очередь проходили вакцинацию против коронавируса. В эти дни более 50% сотрудников сферы образования привились от COVID-19. Между тем, количество заболевших коронавирусной инфекцией пока не снижается. Минздрав опубликовал новую статистику, согласно которой прирост за минувшие сутки составил 1950 новых случаев. Всего с начала пандемии в Беларуси было выявлено более 487 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией.